Герасимов Однако, не придав этому серьезного значения, прозектор обработал порез антисептическим средством и после окончания рабочего дня спокойно уехал домой На следующее утро стало известно, что Герасимов скоропостижно скончался Вдова Герасимова сообщила о смерти мужа такие подробности Приехал с работы, почувствовал себя плохо и умер Весь в испорожнениях и страшных конвульсиях, пока вызывали скорую помощь Причину смерти установило вскрытие, заражение патогенными микроорганизмами или трупным ядом Хранили беднягу Герасимова всем коллективам А через пару дней после похорон в морге стали происходить странные вещи Ночами сторожа в тишине опустевшего здания слышали звук чьих-то шагов И скрип открываемых дверей Однажды затремавший сторож Бричкин был разбужен тяжелым стуком Источник стука обнаружился в соседнем коридоре, рядом с дежуркой На полу лежал труп бомжа, до этого находившийся на каталке Стоявший несколько метров от двери Вскоре разговоры о ночных происшествиях дошли до начальника морга Куприянова По этому поводу он выступил на общественном собрании Товарищи, всем нам хорошо известно о том, что наш коллектив участвует в социалистическом соревновании Гремел Куприянов Так вот, как руководитель, как коммунист Наконец я требую прекратить распространение суеверных слухов Способных уронить авторитет нашего коллектива И вызвать справедливое нарекание со стороны вышестоящих инстанций Но вскоре случилось событие старшей причины скандала Однажды ночью жители окрестных домов были разбужены ужасными воплями Выглянувший в окно общественник Туманян увидел такую картину По пустынной улице со стороны морга Из тошного пя бежала личность в белом халате Общественник опознал в нем санитара Чугунова Известного в микрорайоне как пьяницу и дебошира Морг работника кто-то преследовал Туманян, дрожа от негодования, набрал 0,2 и отчеканил дежурного Сверхценичное нарушение общественного порядка, понимаешь Примите надлежащие меры Прибывший на место отряд обнаружил настиж распахнутые двери морга И отсутствие на рабочем месте санитара Чугунова В ту ночь подменявшего одного из сторожей ОЧП был оповещен Куприянов, который тут же выехал на место пришествия Утром стало известно, что Чугунова поймали постовые милиционеры И отправили в ближайшую дурку Куприянову удалось выяснить, что Чугунов, выпучив глаза, говорил о неком Герасимово Восставшем из могилы, который пытался его погубить Весь осклизглый, смрадный, тянул ко мне свои гнилые ручища Передали начальству слова подчиненного Вернувшись на работу, Куприянов застал в коллективе нездоровую и тревожную обстановку Сотрудники испуганно обсуждали ночное происшествие В ярости Куприянов назвал своих подчиненных ослами И объявил, что этой ночью, чтобы рассеять все свои верные страхи Намерил лично дежурить здание морга О дальнейших событиях известно со слов сторожа Бричкина Вместе с которым начальник остался в тот день на дежурстве В полночь Куприянов разрешил провести обход помещений Я увязался было за ним, но он велел мне оставаться на дежурстве Ну, пошел он, слышу, на второй этаж подымается Я, значит, сижу, шуршу газеты И вдруг мне показалось, что в коридоре мимо распахнутой двери дежурки Кто-то быстро прошмыгнул Что за черт, думаю Выглянул, входная дверь заперта В коридоре никого нет И только в его дальнем конце, где поворот и лестница Ведущий на второй этаж промелькнул какой-то неясный силуэт А на лестнице ослышались шаги Куприянова Спускающегося вниз Мне стало не по себе И тут раздался такой ужасный крик, от которого кровь застыла в живых Кричал Куприямов Видимо, он столкнулся с тем, кто прошел мимо дежурки И успел свернуть в угол Прежде чем я выглянул в коридор От страха я упал в обморок Когда я пришел в себя, в морге старалась звенящая тишина А на улице уже расцвело Я собрался силами и осмотрел здание Ничего подозрительного я не обнаружил Куприянова тоже нигде не нашел Этот рассказ сторожа призвел на сотрудников морга Пришедших с утра на работу Самое гнетующее впечатление Однако, обсудить ситуацию им не удалось В травмном зале, откуда родственники забирают своих покойных хоронить Послышались возмущенные голоса В помещение ворвалась толпа разгневанных граждан Вы зачем какую-то рожу подсунули к нашему дедушке? Шумели они В самом деле, в одном из гробов Валетом лежало два мертвеца Один – бляшевый старик А другой – начальник морга Куприянов С лицом искаженной гримасой ужаса Было установлено, что смерть Куприянова Наступила в результате инсульта Говорили, что его причиной стал сильнейший испуг Но кто или что до смерти испугало Куприянова Установить не удалось Остался неизвестным и тот негодяй Который засунул мертвого начальника в гроб К старику Впрочем, кое-кто поговаривал Что в череде жутких событий Повинен призрак прозектора Герасимова Поначалу им верили Однако в дальнейшем Ничего страшного не происходило Морг жил своей обычной жизнью И подобные разговоры постепенно забылись Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok